Тело Христово. Сейчас в Европе около 10 часов вечера, а я в Балтиморе у себя в кабинете дома. Я читаю из Экклезиаста 3 главы. Со мной здесь Пол Най. Мы используем эту технологию, это позволяет нам действовать. Я премного благодарен за это и за тело Христа по всему миру. Между людьми имеется географическое расстояние из-за пандемии, но затем мы слышим то же самое. Географическое расстояние не производит молчания. Молчание – недоброе состояние с одной стороны, но Бог говорит, Бог любит вас, любит нас, и у Него есть план. Книга Экклезиаста 3 глава с 1 стиха «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Вкратце, эпидемия в Библии, грядущая книга Откровения, «Четыре всадника», «Однажды грядущее бедствие на землю» – это реально. И мы можем видеть и почувствовать беду в мире. Мы имеем привилегию видеть, насколько плохо может все происходить, и как быстро все меняется. Но мы являемся частью того, что не может быть потрясено. Но во всяком событии под небом имеется работа благодати, работа Божьей царственности и мудрости. И мы всматриваемся, чтобы увидеть мудрость в том, что происходит, и особенного времени. Здесь говорится, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру, что пользы работающему от того, над чем он трудится. Видел я эту заботу, которую Бог сынам человеческим дал, чтобы они упражнялись в том, все садил он прекрасным в свое время, хороший стих, он сделал все прекрасным в его время, а также он вложил мир, это слово на иврите, вечность в их сердце. Он вложил вечность в сердце, и хотя человек не может постигнуть тел, которые Бог делает от начала до конца, мы не можем четко видеть работу Бога с одной стороны, но мы можем смотреться в Библию и увидеть работу Бога, ум Бога, реальность Христа. Аминь. Я рад возможности разговаривать со всеми в течение нескольких минут, давайте ободрять друг друга и много молиться друг за друга и за то, что происходит, и пусть Бог использует это и обратит это, чтобы люди пришли к Христу во множестве, чтобы Церковь была энергичной, здравой, любящей и служащей. Аминь. Благослови вас Бог.